харри кришна всем кто любит аккумуляторные батареи сегодня будет видео опять же из разряда спрашивали так получаете потому что под каждым видео практически задают один и тот же вопрос но вернее задают два вопроса первый как зарядить айжем ну и в баню эти батареи и второй вопрос почему я заряжаю новую аккумуляторную батарею а напряжение у меня после простоя не падает до нормального уровня очень часто народ интересуется этим вопросом но на самом деле ответ на этот вопрос уже на этом канале был но наверное люди приходят и не смотрели то видео где рассказывал про доформировку пластин аккумуляторной батареи новой в течение первого времени эксплуатации так вот какое напряжение у аккумуляторной батареи должно быть после заряда напряжение на клеммах аккумуляторной батареи как рассказывает красивая баба сиськами как мы все знаем сугубо зависит от плотности электролита который залит в аккумуляторной батареи среднем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи составляет где-то 12 и 8 вольт это для наливной аккумуляторной батареи для ijm будет немножко больше но ijm это безбашенные батареи поэтому там все немножко по-другому и все немножко перекрученной ну в среднем у простой аккумулятор батареи в от наливной 12 и 8 вольт так вот такое напряжение после полного заряда новой батареи и после отстоя то есть батарея должна постоять такое в напряжении у нее должно образоваться на клеммах после заряда когда мы батарею заряжаем соответственно у нас напряжение немножко больше там она может быть зависимости от метода заряда от 16 вольт если мы заряжали 16 вольтами до 14 4 вольт если мы заряжали 14 4 вольта когда мы батарею сняли зарядки соответственно у нас на клеммах такое напряжение повышенные и начинает падать и соответственно за 8 10 часов она должна упасть вот до этой величины до 12 и 8 вольт или у кого какой залит электролит если электролит залит большей плотности то здесь тоже будет напряжение больше электролит меньшей плотности соответственно напряжение будет меньше чем 12 8 вольт все надо смотреть по плотности электролита так вот падение напряжения вот этой величины до стандартной величины соответственно у батарей которая эксплуатируется происходит приблизительно за 8 10 часов то есть зарядили батарею надо поставить ее на 80 часов просто постоять она постояла отдохнула и тогда уже мерить напряжение на клеммах и она будет то что и должно быть но тут в комментарии задают справедливый вопрос я зарядил новую батарею а это касается только новых аккумуляторных батарей у меня напряжение за сутки не упала до этого значения она находится где-то посредине между 16 и 12 и 8 ну допустим там 13 и 4 может быть любое значение может быть но факт в том что она не опускается до того значения которые соответствуют плотности электролита и вот когда меряют по той формуле которые дают красивая баба сиськами то соответственно ничего не сходится и сразу пишет мне в комментарии вопрос почему вот так получается вот сейчас объясняю почему так получается бэушный батарей то есть те которые проработали больше трех лет это не касается это даже не касается батарей которые проработали уже год это касается сугубо новых аккумуляторных батарей это связано с доформировкой пластин на новых аккумуляторных батареях а теперь давайте разберемся почему так происходит вот я схематически нарисовал обмазку пластин в ней две поры одна круглая одна такая вот как елочка обычно поры пластин схематически рисуют круглыми я и нарисовал но в жизни по факту они действительно выглядят как елочка так вот чтобы сделать в обмазке пластин такую пору виде елочки красивый на заводе аккумуляторную пластину подбирают формировки формировка аккумуляторных пластин то есть формирование в пластинах в обмазке пластин пор это очень интересный вопрос если его рассказать от начала до конца то для некоторых людей это будет являться как божьим откровением потому что много поломается стереотипов так вот сегодня скажу малую часть из этого откровения когда формируется поры в обмазки пластин то они формируются за счет сульфата то есть пластины сульфатируется и вот эта вся пора полностью это есть не что иное как сплошной кусок сульфата вот как нарисована елочка так вот это сплошной кусок сульфата в виде елочки в конце формировки пластин этот сульфат из пластины вымывают то есть используя специальные режиме заряда в специальных условиях специальной среде при которых разрушается этот сульфат который внутри находится вымывается и остается пустота в виде поры Это сейчас должны расплавиться мозги у тех, кто считает, что аккумуляторную батарею нельзя десульфатировать Так вот, при формировке в обмазке пластин торчат не то, что кристаллики, а натуральные глыбы сульфата При определенных режимах заряда все эти глыбы сульфата, все эти куски сульфата, камни сульфата Все прекрасно удаляются и вместо них образуются, соответственно, пустоты Хотите верьте, хотите нет, но так оно и есть Но дело в том, что ничего нельзя сделать на 100% И вот, когда вы удалили этот камень сульфата из обмазки пластин, получилась у вас пустота, то есть пора А поры, соответственно, нужны для того, чтобы увеличить емкость аккумуляторной батареи То есть увеличить активную площадь, которая будет реагировать с электролитом То весь этот камень сульфата полностью не удаляется В этой поре остаются сульфатинки Маленькие камушки Вот так их голубеньким и нарисуем Тут они остались, там они остались Здесь они остались И тут они остались И вот так вот выглядит пора в обмазке аккумуляторных пластин В новой аккумуляторной батарее В то время, когда вы ее купили в магазине И вот и принесли ее домой Обязательно надо ее зарядить Видео об этом я снимал Не надо ставить ее сразу на машину Потому что, опять же, вы не сможете потом ее доформировать И вот в процессе эксплуатации аккумуляторной батареи В течение первых 3-6 месяцев В зависимости от того, кто сколько эксплуатирует батарею У вас будет происходить доформирование обмазок пластин Это значит, что в процессе циклирования Когда в пор будет заходить электролит Выходить электролит из пор То есть будет у нас заряд-разряд Вот эти вот камушки будут потихонечку вымываться Их будет становиться, соответственно, все меньше, меньше и меньше И, соответственно, пора будет расширяться Потому что эти камушки занимают некий объем И, допустим, на входе в пору пластин Они заужают проходное сечение То есть оно здесь узенькое Такое узенькое В процессе эксплуатации батареи пора будет, соответственно, расширяться Опять же, потому что будет удаляться сульфат, который прикрывает вход И будут размываться частично края поры Это как морская вода, точит камень И он получается такой гладенький-гладенький Точно так при циклировании и действует электролит Он заходит, размывает край поры Выходит, опять же, размывает край поры Так вот, из-за этих кристалликов, которые остались после формировки И пластина еще до конца не доформирована У вас напряжение в новой аккумуляторной батарее И не хочет падать за сутки до нормального И поэтому задают такие вопросы Так вот, у новой аккумуляторной батареи напряжение нормальным станет Только через около двух суток после отстоя аккумуляторной батареи После заряда То есть напряжение будет падать с 16 вольт зарядных До 12,8 вольт нормальных В течение не меньше, чем двое суток А может быть, немножко еще и больше И причина тому Недоформированная пора Вот такой простенький ответ на этот вопрос Если у вас новая батарея и напряжение не хочет падать до нормального Не надо паниковать Оно упадет Просто оно будет падать очень долго Но тем не менее, это нормальное явление И со временем это все пройдет И тем более, это напряжение После доформировки пластин Может немножко поменяться Потому что растворится этот сульфат Который остался после формировки пластин Образуется, соответственно, кислота в порах Она выйдет в электролит Плотность электролита вырастет А раз напряжение на клеммах у нас напрямую связано с плотностью электролита То, соответственно, немножко подрастет и напряжение на клеммах аккумуляторной батареи Так вот, в новой батарее померили напряжение, запомнили, а потом проверили его еще через 3 месяца или через 6 месяцев. И если оно немножко подросло и больше в течение нескольких месяцев не растет, значит у вас пластины доформировались. Запоминайте, какое там у вас стало напряжение, допустим оно станет 12,9, это и будет ваше нормальное напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при этой плотности электролита, который залит в аккумуляторную батарею. Ну и пару слов о том, почему же после того, как вы батарею сняли с зарядки, отключили клеммы от зарядного устройства, напряжение резко не падает 16 вольт до нормального, а начинает опускаться медленно-медленно-медленно, и то для новой батареи несколько суток. Дело в том, что когда вы заряжаете аккумуляторную батарею, при нынешних условиях заряда, которые сейчас приняты, вы ее, как правило, заряжаете низкими токами. То есть, если вы применяете комбинированный метод, то у вас ток упадет до 0,5 ампер. Это низкий ток заряда, что получается при низком токе заряда. Всегда, когда вы заряжаете батарею низкими токами, у вас будет расслоение электролита. Электролит не кипит, а сульфат все-таки растворяется. Сульфат растворился, получилась серная кислота, капелька серной кислоты. Вот она, нарисуем ее. Так как нет интенсивного перемешивания электролита, то эта капелька, она имеет плотность больше, чем электролит. Она под действием силы тяжести опускается вниз. И, соответственно, внизу аккумуляторной банки у вас получается плотность электролита выше, чем вверху. Опять же, вспоминаем красивую Бабу Сисками, которая рассказывала, что напряжение на клеммах батареи напрямую зависит от плотности электролита. А так как у нас здесь плотность электролита внизу выше, то, соответственно, этот слой дает повышенное напряжение на клеммах аккумуляторной батареи. Допустим, 13,1. И вот это напряжение вы и будете видеть на клеммах батареи. Чтобы уйти от этого эффекта, мы и заряжаем нашу батарею в конце 16 вольтами. Когда мы даем на клеммы 16 вольт, у нас начинается электролиз, начинаются пузырьки газа. И, соответственно, пузырьками газа этот слой перемешивается с верхним слоем. Происходит перемешивание электролита. Тогда мы уходим от этого эффекта и напряжение наше с повышенного становится нормальным. Поэтому после заряда аккумуляторной батареи малыми токами обязательно нужно перемешивать электролит. Надо подержать аккумуляторную батарею в режиме перезаряда при повышенном напряжении. То есть перемешать электролит. Второе, почему напряжение очень долго падает до нормального, это есть пузырьки газа. Потому что даже если мы заряжаем батарею малым током, все равно внутри пор получаются пузырьки газа. И вот эти пузырьки газа, а это обычно водород, который образуется в порах отрицательных пластин, вот эти пузырьки газа, этот водород, и дает опять же повышенное напряжение на клеммах аккумуляторной батареи. Опять же, если у нас батарея новая, у нас зауженный вход в пору, то есть недоформированная пластина, пузырькам газа сложно выйти в такое маленькое проходное сечение. И это в свою очередь опять же приводит к тому, что наше напряжение очень долго падает с повышенного до нормального. Для того, чтобы пузырьки не давали повышенного напряжения на клеммах, их надо вытянуть из пор. Как их вытянуть? Опять же, даем 16 вольт. У нас идут пузырьки газа, выделяется электролиз, электролит перемешивается, то есть электролит движется вдоль пор при перемешивании, и таким образом он эти пузырьки газа вытягивает за собой. Они выходят в свободное пространство и всплывают наверх. Таким образом, аккумуляторная батарея, которая заряжалась при 16 вольт, то есть держалась в режиме перезаряда, сбросит напряжение с повышенного с 16 до 12,8 нормального за меньший период времени, чем если вы батарею заряжали низким током, и после этого не использовали 16 вольт. Ну и третье, когда у вас при разряде был кусочек сульфата в порах, а он образуется там неминуемо, потому что аккумуляторная батарея, это химический источник тока, работает по принципу двойной сульфатации. При заряде вы растворяете этот кусочек сульфата, и соответственно у вас образуется вместо него серная кислота, концентрированная. И вот эта серная кислота, концентрированная, опять же, остается в порах. Опять же, обращаемся к красивой бабе сиськами, эта концентрированная кислота, как в случае и с расслоением, опять же, дает повышенное напряжение. И напряжение будет оставаться повышенным до того времени, пока эта серная кислота, опять же, не выйдет в свободный электролит, и не смешается с электролитом, который находится в банке, и имеет пониженную плотность, то есть не произойдет так называемое диффузионное смешивание. Здесь у нас в поре образуется концентрированная серная кислота, она, соответственно, стремится выйти через вход поры и смешаться с менее концентрированным электролитом, который находится в банке. И по мере того, как концентрированная кислота будет смешиваться с внешним электролитом, соответственно, концентрация серной кислоты в самой поре будет падать, а, соответственно, и будет падать напряжение. И вот чем быстрее у вас произойдет этот процесс, тем быстрее у вас упадет напряжение на клеммах батареи. Опять же, этот процесс зависит от того, насколько зауженная пора. А раз у новой аккумуляторной батареи недоформированные пластины и вход в пору заужен, то, соответственно, этот процесс будет протекать намного медленнее, чем батареи, которая уже полностью доформировалась и имеет уже размытый вход в пору. Вот такие вот дела. Так вот, то, что напряжение у вас на новой аккумуляторной батареи очень долго не хочет опускаться до нормального, связано с тем, что ваши пластины еще не до конца доформированы. И еще будут доформироваться в процессе эксплуатации аккумуляторной батареи. И это нормально, этого бояться не надо, никуда вы от этого не денетесь. Ну и понятное дело, это зависит, конечно, еще от производителя. Кто-то лучше доформировал свои пластины, кто-то хуже. Соответственно, этот весь процесс будет проходить у разных производителей по-разному. Для какой-то батареи хватит и двух суток, а для какой-то батареи и двух суток будет мало. Ну а сегодня было вот такое вот видео. Кому понравилось, ставим лайк, кому не понравилось, все равно ставим лайк, потому что я очень жаден до лайков. А в следующем видео тоже задают интересный вопрос, как зарядить аккумуляторную батарею, если у вас старые совдеповские зарядные устройства без регулировок. Так вот, этим зарядным устройством зарядить батарею можно и довольно несложно.